Мы на месте. Мы приветствуем Марию. Интересуемся, готова ли она к диагностике, доверить ли она нам в своем биополе наперед сеанса. Кивает. Хорошо. И я даю команду скейнеру на счет 3. Скейнер начинает сканировать пространство над головой Марией под ногами. Мари находит все. Дракон синий вышел сразу. Джин. Бес. Арахноид у нее еще. И арахноид. 4 канала? Посмотри еще раз. А так. Арахноид. Дракон. Джин. Инсектоид. И бес. 5 каналов у нее. Еще инсектоид. Хорошо. Синий дракон. Цифры над головой считай, пожалуйста. 1042. Хорошо. Считай, пожалуйста, цифры над головой Джина. 3218. 3218. Беса, пожалуйста, цифры над головой. 8. 8 Герц. Хорошо. Так. Объявляя программу, вы обнаружены. Сейчас происходит чистка, биополе, Марии. Мы здесь законно. По его ли. Вы здесь незаконно. Начинается все сейчас с реверса. Мы отдадим вам темную энергию. Заберем светлую энергию. После этого я проведу рассинхронизацию, сожгу все каналы и проведу проверку скэнером 2 миллиона Герц. Если вдруг кто-то что-то забудет, он просто сгорит по каналам. Я не хочу, чтобы это случилось, поэтому рекомендую всем кооперировать. Все, кто пройдет, уходят на свою частоту. Первый раз. Всем понятно? Да, понятно. Хорошо. Приступаем к реверсу. Я даю команду тонкой копии Марии. Спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низкую вибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Каналы выстраиваются. Сущности подходят каждый к своему каналу. Я даю команду тонкой копии. Произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низкой вибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Марии. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Хорошо, синий дракон, как долго ты находишься в этом биополе? 4 года. Хорошо. Джин, как долго ты находишься в этом биополе? 7 лет. Как ты попал в биополе? Покажи ситуацию. Тебя принесли с какой-то вещью чуть ниже микрофона пустеверу. С деньгами попал. С деньгами? Да, монеты показываю. Это кто-то ей давал монеты и ты был... Ага, понятно. Интересно. Хорошо, бес. Как долго ты находишься в этом биополе? В общем, во-первых, он не может успокоиться. У него 9 герц, а не 8. О, действительно, да, 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 да. Как ты могла, Вера? 9 герц, это все-таки уже почти демон, не так ли, бес? А как же? Ну, я об этом говорю. Как Вера могла такую ошибку допустить? 9 герц? Год и 3 месяца он. Год и 3 месяца, хорошо. Вот, Вера. Да, карахнует. Как долго ты находишься в этом биополе? Смотри. Да. Когда ты спрашивал про демона, он к нам повернулся задом. И я ему сказала меньше, чем есть. И он начал спорить, ну, кричать. И этим он показал, что это его чистота, то есть она любит спорить. Спор и крик. Хорошо, скажи мне, бес, это именно та чистота, которая тебе больше всего нравится в ней? Да, спорить любит спорить. Причем с целью выяснить правду или с целью спорить, чтобы спорить? Чтобы выиграть. Последнее слово должно за ней быть. Вот, я хочу просто сказать, что вот последнее слово – это чистота бесов и демонов. Это их чистота, мне нечего ему сказать. Он на свою чистоту приходит, поэтому он исполняет только свою работу. Не давайте повода, он к вам не придет. Хорошо. Арахноид, как долго ты находишься в этом биополе? Арахноид? Арахноид. Ну, он два месяца. Арахноид, у тебя есть? Подожди, мы квартиру чистили, там у тебя никого не должно быть. Где ты подцепился? Мы не чистили квартиру. Ах, мы не чистили квартиру. Арахноид, значит, у тебя там еще в квартире есть родственники? Дети? Инкубатор? Паутина? Он не в квартире подцепился. Не в квартире. Хорошо. Бес должен знать, он больше находится. Бес есть в квартире порталы? Интерференты свои? Портал точно есть. Хорошо. Так, инзиктоид меня интересует. Как долго инзиктоид находится в этом биополе? Три года. Три года. Хорошо. Бес, скажи, есть лярвы в биополе? Вернее, где они находятся? То, что они есть, мне понятно. Рот. И еще где? Низ живота. Хорошо. Ты хочешь, чтобы я тебе эти лярвы отдал, когда чистка закончится? Хочу. Получишь. Хорошо, отвечай на мои вопросы, кооперируй. Хорошо, Верочка, посмотри, пожалуйста. Закончился реверс или нет? Да, закончился. Устанавливаем фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Мария забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Один, два, три. Пошла энергия божественная, чистая. Все, что у нее похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Мария себе обратно. Она хозяйка своей энергии, возвращает все свое себе обратно. Синий дракон, а ты где подцепился? Покажи мне ситуацию под ключки, когда это было. Сон. Дом? В доме? В сон. Во сне. А, во сне. Хорошо. Кем ты предстал во сне перед ней? На какую услугу ты ей предложил, что она согласилась? Ты же не стоял, как синий дракон. Святым был ангелом, признавайся. Учителем? Нет, энергии. Просто энергии. Она чистоту этих энергий почувствовала. Да, точно. Она ему как машет. Вот как. То есть она где-то во сне вышла? Она улыбается ему, рукой машет. И он ей вот эти энергии показывает и говорит, что если ты хочешь быть довольной и радостной, всегда я могу быть этими энергиями в тебе. Она соглашается. И ты даже не менял свой вид? Ты был драконом? Нет, энергией. А, ты был чистой энергией. Как свет. Ну, голограмму ты показал, красивую, понятно, светлую голограмму. Ну что ж. А что было бы, если бы она сказала, снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает передо мной в первом данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Что бы случилось? Он бы исчез. Он бы исчез. Хорошо, дракон, у меня к тебе нет никаких вопросов. Я не собираюсь никого из вас наказывать. Вы зашли каждый на свою чистоту, как я понимаю. Частично добровольно допустил человек к вас в своей биополе. Хорошо, вот Джин меня интересует. Это вопрос 7 лет назад с этими деньгами. Расскажи-ка мне, Джин, эту ситуацию чуть поподробнее. Тебя не в сосуде передали? Где твой сосуд? Он с тобой? С ним. Понятно, хорошо. В 3218-й, ну это тебе уже пару сотен лет в нашем летоисчислении, не так ли, Джин? Так. Хорошо, расскажи мне, пожалуйста, свою самую интересную жизнь, которую ты, как Джин, провел, и где ты жил, и чем ты занимаешься. Не понял, он до сих пор живет. Я понимаю, хорошо, безусловно, ты живешь. Расскажи мне о самом интересном, подключке, скажем так, если тебе так будет понятно. В гареме жил? Разные времена. Ну расскажи о самом вкусном для тебя, кратко. Раньше люди богаче были, золото было больше на руках, кувшины были золотые, золотыми монетами. А это как раз то, что ты любишь? Я люблю их считать и пересчитывать. Хорошо, скажи мне, в каком у кого ты был, где твой кувшин, который ты с золотом от него унес, был самым большим? Китай. Китай? Да, император китайский. Китайский император, да, я слышал, у них там, в принципе, очень богатые династии были. И ты с ним тогда жил или при нем, можно так сказать? Ты присутствовал в это время там, правильно? Он показывает, как подвальное помещение, где находится золото в больших горшках. Вот он его там пересчитывает. Благодарю тебя, Джин, за эту интересную информацию. Ваши монеты все искусственные. А где настоящие, скажи? В них энергия, это только грязь и осталось. Настоящего липкого золота. Нет в обращении. А когда оно пропало, скажи мне, это настоящее липкое золото, о котором ты сейчас рассказываешь? Не понял. Сколько лет назад, ты говоришь, было время, когда было настоящее золото? Или как это понимать? Золото имело другую энергетику. А-а-а. Она была как магнит. Притягивала всех, да? Да. Вот это действительно золотые для тебя времена. Понятно. Благодарю за эту информацию. Верочка, как она? Реверс закончился. Хорошо. Давай тогда начнем с инзиктоида. Инзиктоид. Выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в биополе. Все подключки. Отключай всю жидкость. Откачивай. Приступай. И докладывай мне готовность к проверке. Джин, а когда я тебя сейчас буду отправлять назад на твою чистоту, куда ты пойдешь дальше? Какой твой план? Есть у тебя какой-то план, куда перейти дальше? Ведь у тебя же такая легкая игра в этом мире. Потому что люди-то падки у нас на деньги. Не люблю бумажки. А, ты любишь именно физическое золото, да? Да. А, ну так тебе тогда придется в Арабские Эмираты, скорее всего. У них там много золота сейчас. Ваш электронный мир несет плохую энергетику. Пустую. Все только на бумаге. И одни нули. Джин, ну если это случается, то значит кому-то надо. Правильно? Это же значит, в принципе, что когда-нибудь этот мыльный пузырь, он лопнет? Не лопнет. Перестроится. Перестроится. Если кто-то отснялся. Хорошо. Арахноид, прошу тебя выйти и вытащить всю свою паутину, всю свою жидкость. Все. Откачивай, высасывай и докладывай готовности к проверке. Он на голове сидел, я как полагаю, Вера, да? Да, он на голове, но он еще не успел. За два месяца еще не успел гнездо сделать. Как сказать, несколько паутин спускаются к рукам. Хорошо. Неплохо на шее. Сам он на голове. Да, снял все. Я прошу сейчас Джина выйти и вытащить, что он там оставил. Отключить все и доложить о готовности к проверке. Приступай. У меня на запястьях золотые нитки завязали. А какая функция была у этих ниток? Расскажи нам, Джин. Деньги зарабатывать. Деньги. Ну, она же для тебя деньги зарабатывала, правильно? Значит, ей надо было начинать какие-то дела делать, которые... Не для себя, не для меня. Ну, понятно. Но ты не делал заработок денег легким, правильно я понимаю? А усложнял этот процесс. По-разному было. Хорошо. Смотря какой, какая расплата. Хорошо, расскажи мне о самой большой расплате, которую ты получил, находясь в ее биополе. Есть такой случай, такая ситуация? Самая яркая, которая тебе запомнилась? Я закопал то, что взял. А что ты взял? Я не могу тебе рассказать. Ну, ты кувшин спрятал свой, да, с золотом? Я не собираюсь от тебя его отнимать, Джин. Кто знает. Все хотят быть богатыми. Джин, я не хочу быть богатым. Для меня другое богатство интересно. Поэтому, если я тебе говорю, я дурак в твоем понимании, возможно. Но ты видишь, что перед тобой стоит? Я не хотел тебя обидеть. Я хотел тебя направить. Посмотри значение слова «дурак». Хорошо. Посмотрю значение слова «дурак». Оно имеет огромное значение. Оно еще имеет значение от того, кто говорит это слово. Понимаешь? Тут еще такой нюанс есть. Посмотрю обязательно, безусловно. Не важно, кто говорит его. Важно, что большинство из вас не понимает значение. Так, может, ты нам объяснишь значение, как ты его видишь? Дурак – это человек, стоящий выше материального. Дурак – это человек, который может иронизировать сам над собой. И много чего другого. Дурак – это дурак. Я понял. Хорошо. Это уже мои черты личные. Поэтому я говорю, в принципе, ты прав. Так и есть. Значит, в твоем понимании я дурак. Но я понимаю также, что ты не имел это в негативном значении этого слова, как глупый человек. Нет, я имел в виду в прямом. Хорошо. То, что значит слово «дурак». В твоем понимании. Мы со временем превратили в другое значение. Дурак – это Джокер. Скажу по-другому. Да, большой у тебя опыт на Земле. Ты должен быть хорошо разбираться в психологии человека. Судя по твоим ответам, Джин. Арахнуй, ты у нас все забрал, Верочка? Да. Джин, у нас все забрал? Забрал. Хорошо. Я прошу синего дракона сейчас вытащить все свои платы. Все, что он оставил. Все подключки отключить. И доложить о готовности к проверке. Плата в синем теле. Третий глаз. Отключает он. Хорошо. Готов. Бес, выходи, вытаскивай все, что ты оставил. Гольф. Гольф. Хорошо. Готов. Бес, я тебе разрешаю забрать лярвы в ее биополе, вытаскивай все, ничего не забывай. Приступай. Да, он снял. Хорошо. Хорошо. Рассинхронизация закончилась. Я даю. Сейчас подхожу к Марии, кладу руки на плечи и даю импульс высокой аббрационного шока удара. Помогаю ей сжечь каналы к интерферентам на счет. Три. Один. Два. Три. Удар. Сжигаются все каналы. Открывается портал в галактической дроне и улетает на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Хорошо, я даю команду скенеру на проверку, контрольную проверку Марии. Один, два, три. Скенер сканирует Марию. Проводит контрольную проверку. Зеленый. Хорошо. Благодарю всех за то, что выполнили свои обязательства и буду отпускать всех на их чистоту. Синий Дракон, ты готова уходить? Готов. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Синего Дракона. Один, два, три. И Синий Дракон уходит на свою чистоту, забирает все, что он с собой принес, забывая дорогу назад. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, Джин, было интересно с тобой общаться. Куда тебя отправить-то? Куда ты хочешь? Можете отправить? Подумать мне надо. Отправь на мою чистоту. Хорошо. Отправляйте на твою чистоту. Открывается внизу портал против часовой стрелки. Один, два, три. На чистоте Джина. И Джин уходит на свою чистоту, забирает все, что он с собой принес, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Архноид готов уходить? Да, готово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Архноида. Один, два, три. Архноид забирает все, что он с собой принес и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Инзиктоид готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инзиктоида. Один, два, три. Инзиктоид забирает все, что он с собой принес и уходит на свою чистоту. Один, два, три. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, у нас еще бес остался. Бес хочешь забрать весь негатив, который я сейчас выведу из нее? Заберу. И на счет 3 я включаю Марии внутренний белый свет. Один, два, три. И Мария начинает выдавливать из всех своих семитонких тел. Останавливается автоматически, когда 100% негатива будет выведена из ее биополя. Готово. Большой шар? Он как губка выглядит. Угу. Хорошо, бес забираешь? Да. Отправляю бесу. Готово. Хорошо, бес. Готово уходить? Да. Открываю внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. Один, два, три. И бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя из того гнева пентаграмма. Готово. Поехали дальше. Есть. Хорошо, Мария, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Она видит, что у нее что-то изменилось, но что пока не поняла. Понятно. Хорошо. Вот это и есть пример работы осознанности. Хорошо. Без проблем. Мы сейчас приглашаем. У нас вопросы остались к куратору. 10 вопросов к куратору. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам в комнату диагностики прийти куратор или учителя Марии. Куратор или учителя Марии, придите, пожалуйста, к нам в комнату диагностики. Здесь женщина, Лора. Лора. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первом заданном виде. Загласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора Лору. Меня зовут Влад, это Вера. Рядом находится ваша подопечная Мария. Мы сегодня проводили ее чистку по ее желанию. И она изъявила желание задать 10 вопросов своему куратору. Будете ли вы так любезны, уважаемая Лора, ответить на эти вопросы? Это вечно те, к которым она готова. Безусловно. Люди по ее состоянию, она плохо понимает, кто такой куратор. Мы заметили это на идентификации души. Наблюдательной просто такая энергетика была, но не было энергии участия в этом процессе. Но это еще ни о чем не говорит, уважаемая Лора. Вы куратор, вы лучше знаете свои подопечные. Давайте тогда начнем с первого вопроса. Если вы не возражаете, если на какие-то вопросы вы не хотите отвечать, говорите просто следующий вопрос. И все. Хорошо. Благодарю вас. Первый вопрос. Кто я и откуда моя душа? Следующий вопрос. Сколько негативной энергии я накопила в этом воплощении? Какие пустые вопросы. Прошу прощения. Одно любопытство. Нет настоящего интереса. Прощение, но вы правы. Нет понимания, что такое негативная энергия. За что ее накапливают. Как это влияет. 23%. Благодарю вас. Третий вопрос. И интересует, какой уровень моего высшего я? Восьмой. Благодарю вас. Какая моя миссия в сегодняшнем воплощении? Четвертый вопрос. Развиваться. Тебе нужно успокоиться. И заглянуть вглубь себя. Где-то ты потерялась. И ты сама это знаешь. Определенные практики помогут. Простые медитации и дыхание. Тебе надо научиться сосредотачиваться на своем внутреннем я и раскрыть его, пока не поздно. Если, конечно, ты не хочешь прожить эту жизнь впустую. Продолжай. Благодарю вас. Пятый вопрос. Сколько воплощений было у меня на земле? Это восьмое. Благодарю. Шестой вопрос. На что моей душе надо обратить внимание и что надо в себе развивать? Развивать нужно гармонию в себе. Спокойствие. Уверенность. О осознанности. И осознанность, конечно. У нее лярва была на рту. Бес ее забрал. Говорит это от слов, которые она там говорит. Я думаю, это не способствует осознанности. Не способствует, но и не мешает. Благодарю вас. Хорошо. Следующий вопрос. Если вы закончили, вы позволите? Седьмой. Конечно. Каково мое предназначение, моя задача в этом воплощении? Как же я могу сказать тебе, какова твоя задача? Тогда вся суть потеряет смысл. Конечно. Задача каждой души – работать над собой, брать ответственность, признавать ошибки, помогать, любить, уважать. И в первую очередь себя, но не эгоистичной любовью, понимать себя и не прятать оправдание для самой себя. Потому что, как бы не прятали самой глубины, мы знаем правду. Я оставлю эти слова, как есть. Пусть Мария расшифрует это. Восьмой вопрос, короткий. Где я теряю энергию? Нервы. Вредни. Пустые разговоры. Это все является фактором потери энергии. И вот она, девятый вопрос, сразу он переходит из восьмого. В чем причина этой нервозности и вспышка агрессии? В неудовлетворенности самой собой. Приведи в порядок душу и тело, и вся неудовлетворенность и агрессия уйдут. Благодарю вас. Очень четкий, конкретный ответ. Если вы ничего не хотите добавить, я могу переходить к последнему вопросу. Пожалуйста. Расскажите о моей самой интересной жизни на Земле. Я просмотрела несколько твоих жизней. Я остановлюсь на крестоносцах. Будьте любезны, расскажите, пожалуйста, об этой жизни. Эти люди испепелили деревни, сожгли твой дом. Ты была женщиной и защищалась, как могла. Ты боролась за свою родину без страха. Твоя душа получила определенный урок. Можно сказать, выросла. Хотя ты и погибла в этой схватке. Я рассказала именно про эту жизнь. Чтобы показать тебе, что когда ты спрашиваешь про интересную жизнь, ты ожидаешь совсем другого. Может быть, какое-то веселье или авантюры. На самом деле, для нас интересная жизнь – это та, где душа работала и проработала определенные пороки и выросла. Это и считается интересной жизнью. Именно поэтому нужно развиваться. И чем раньше ты это поймешь, тем лучше. Интересоваться, получать информацию, взрастить свою душу. Вот это будет интересная жизнь. Продолжаем. Уважаемая Лора, мне нечего продолжать. Это был последний вопрос, десятый. Я благодарю вас сердечно за эти ответы. Если у вас вдруг есть какое-то желание от себя лично что-то добавить своей подопечной. Я словил немножко в вашем голосе такую нотку, как мне показалось, разочарование, связанное с этими вопросами. Как каждому куратору, возможно, вам хотелось бы увидеть и услышать более глубокие вопросы, направленные не на последние жизни, например, а на конкретные советы. Как выйти из какого-то... Я объясню. Пожалуйста. Чтобы встретиться с кураторами, нужно понимать вообще, кто такой куратор. Встреча с куратором — это подарок для осознанной души. Мария все свела к любопытству. Эта встреча произошла бы, но когда она проработала определенные моменты внутри себя, и тогда эти все вопросы имели бы смысл для нее. Понятно. То есть ответы. Понятно. Все понятно. Благодарю вас, уважаемая Лора. Вы все объяснили. Но будем надеяться, что сегодняшняя встреча по ее инициативе все-таки даст ей этот необходимый толчок, и может ускорить весь процесс им. И она еще успеет в молодом возрасте. Я очень на это надеюсь. Да, почему? Потому что самое ценное в нашей жизни — это действительно именно этот опыт. И время у нас ограничено для проработки этих вещей. Здесь каждый должен понимать, что он не пришел отдыхать на землю и не интересоваться красивой жизнью и так далее. А наоборот, вникать вглубь, в свои чувства, разбираться в них. И когда он созреет, действительно, для вопросов к куратору, тогда обращаться к куратору с этими вопросами. В таком случае это доставит пользу как и самому человеку, так и его куратору. Но рост в любом случае, движение всегда продолжается. Я надеюсь, она поймет правильно каждое ваше слово, потому что вы недвусмысленно на все вопросы ответили и более чем понятно. Я думаю, на тот первый вопрос, который она задала, когда придет время, вы ей с удовольствием ответите. Кто она и откуда ее душа, когда она будет готова. Она будет готова, когда она сама почувствует свою душу, а не будет стоять в стороне и наблюдать. Мы это заметили на сеансе сегодня тоже. Она как-то безучастно немножечко присутствовала и без особого интереса манифест был прочитан. Но все-таки надеюсь... Это изменится, если Мария изменит. Если она изменит, конечно. Здесь важно, вы правильно сказали, потому что шаг сейчас за ней. Как в принципе и все остальное. Она должна принимать собственные решения. Уважаемая Лора, очень интересно с вами было общаться. Нашу благодарность, примите, пожалуйста. И у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Мы всем кураторам, всем учителям, которые приходят. У нас были сотни кураторов со всей галактики, со всех миров. И все с удовольствием принимали этот подарок. Верочка, в твоих руках материализуется большая корзинка с нашими самыми вкусными, свежими и спелыми ягодами на земле. Один, два, три. И мы спрашиваем Лору, будет ли она так любезно принять этот скромный подарок в знак благодарности нашей встречи. Все, что произошло в этой комнате сегодня, мне очень приятно. Встреча с Марией, встреча с вами и этот необыкновенный подарок. Несмотря на то, что наша встреча была поспешной с Марией, я думаю, она принесет определенный результат и расшевелит трунки в ее душе, разбудит. Да будет так. И следующая встреча будет осознанная. Я прям прочитал ваш ответ перед тем, как вы его сказали. И следующая встреча будет осознанная. Замечательная встреча. Благодарю я вас с нашей стороны, уважаемая Лора. Нам очень было приятно ваши ответы, эти глубокие ответы услышать. Вы объяснили их. Мы действительно сделали этот толчок с желанием расшевелить, подтолкнуть. Все остальное зависит только от нее. Вы всегда стоите на ее стороне. И когда-нибудь, я надеюсь, даже придет возможное время, когда вы сможете напрямую общаться с вашей подопечной. Все может быть в этой жизни. Я очень надеюсь. Зависит от Мари. Только от нее. Безусловно, конечно. Замечательно. Мы закончили. Будем прощаться. Или, скорее всего, я говорю, до скорых встреч. До скорых встреч. До скорых встреч. Всего наилучшего. Высоких энергий, чистых вибраций. Всего доброго. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо. Мария, мы закончили вашу встречу с Куратором. Вы все поняли? Это было очень интересно. Замечательно. Ну, вам также предстоит много работы сейчас. И вам объяснили, почему эта работа вам предстоит. И какая цель этой работы. Я надеюсь, вы прослушаете этот сеанс. Сделаете выводы. И начнете работать над собой. Со своей стороны мы желаем вам всего наилучшего. Высоких энергий. Чистых вибраций. И будем возвращать вас назад. Ваш биоробот. Несмотря. Да. Ни на что я получила очень много ответов. Благодарю вас. Благодарю вас. Хорошо, Верочка. Будем возвращать Марию назад в биоробот. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Марии в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клетке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Я на месте. Марию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok